Без него не получится сделать летний салат и приготовить рассольник. А как же он хорош в зимних заготовках! Свежие плоды помогают сохранить молодость кожи. Еще древние римляне выращивали его в теплицах, а в подмосковных луховицах каждый год проводят в его честь фестиваль. Сегодня тема нашей программы – огурец. Огурец – это всеми любимая культура, которая является нашей традиционной культурой. И, наверное, уже каждый с младенчеством умеет ее выращивать. Но есть нюансы, которые мы можем подсказать для того, чтобы правильно выращивать, чтобы у нас были высокие урожаи и, самое главное, вкусные огурцы. Любовь Александровна Чистякова – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории тыквенных культур Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства, ведущий селекционер агрофирмы «Поиск» по огурцу. Мы вспомним, что огурец – это древняя культура, которая к нам пришла из Ост-Индии и Индокитая, а потом уже в Европу и, соответственно, к нам. Сначала огурец у нас был горьковатым на вкус, но селекционеры работают так, что мы уже в большинстве сортов и гибридах ушли от горечи. Обычно мы ориентируемся на упаковку, нам нравится, например, пакетик, и мы выбираем. Но мы должны понимать, во-первых, для чего мы выращиваем огурцы и в каких условиях мы это будем делать. Потому что для выращивания в открытом грунте нужны определенные сорта и гибриды. Для выращивания в теплицах, пленочных, например, либо поликармонадок, другие. В домашних условиях тоже мы в последнее время начинаем выращивать огурцы. Это вот контейнерное выращивание, недостаток освещения. Поэтому тоже создаются для этого новые гибриды, чтобы они благополучно выращивались в этих условиях и подносили самое главное. Огурцы разделяются на два типа. Это портонокорпические огурцы и пчелоопыляемые. Пчелоопыляемые название говорит само за себя. То есть для того, чтобы у нас образовались плоды, нам нужно опыление. Опыление могут происходить не только при помощи пчел, но и при помощи мух, шмелей, других насекомых, таких как муравьев. Соответственно, такие огурцы, пчелоопыляемые, мы рекомендуем выращивать в открытом грунте. То есть где насекомых достаточно большое количество. Портонокорпические гибриды чаще их называют самоопыляющиеся огурцы. Но на самом деле это неправильно, потому что самоопыляющийся огурец – это вот как томат должен быть. То есть он в одном цветке должен иметь и мужские, и женские органы. Такие у нас огурцы есть. Это гермафродитная форма огурца. Обычно она шарообразная. Ну, у нас вот есть гибрид смайлик, например, такой. То есть гермафродитная форма подразумевает то, что у него образуется или не образуется чалма, широкое под прикреплением именно цветка. Округлая форма. Сочная, сладкая, большая семенная камера. Позволяет не сколько солить, а именно делать малосолку. То есть очень вкусный, даже вот свежий медь. Для открытого грунта мы используем пчелоопыляемые сорта и гибриды, а для защищенного грунта это портонокорпические. Если мы будем сравнивать пчелоопыляемый гибрид и портонокорпик в одной теплице, то есть у нас, во-первых, у портонокорпика не зависит от того, что есть насекомые, нет насекомых, плоды всегда завязываются. У пчелоопыляемых, если не произошло опыление, соответственно, завязь отсыхает. Большой плюс портонокорпиков это в том, что когда мы кушаем огурцы сами, зеленцы, то там нет семян. Приятно кушать, когда есть зачатки семян, но самих семян не образуются. Название огурца вот в России, почему оно получилось, ну, огурец от греческого слова неспелый, незрелый. Почему? Потому что так принято, что молодые плоды, незрелые плоды огурца намного приятнее кушать, чем зрелые. Если вы вспомните, какие зрелые, то есть это биологическая спелость огурца, он большой семяник, у него толстая кожура, и он даже кисловатый на вкус. По вкусу огурцы, как бы ни казалось, они все у нас разные. И мы разделяем на салатном назначении и для консервирования. Консервирование, в свою очередь, это маринование и засолка. Для салатного назначения используются все гладкоплодные огурцы. То есть вот у нас большое разнообразие, это аромагия, фауст, практик, веер, пустящий ломтик. Они различаются как в длине, то есть бывают от 5 сантиметров до 25 сантиметров. У нас есть вот форвард, он 25 сантиметров, это гладкий, длинный огурец. В чем еще, помимо того, что на нем нет бугорков, у них более нежная кожица, она такая светло-салатового цвета и большая семенная камера, и они очень сочные. Такие огурцы консервировать ни в коем случае нельзя, потому что если вы их засолите или там замаринуете, они у вас дуются, они внутри начинают образовывать пустоты, и мякость становится мягкая, невкусная. Гибриды, которые для консервирования, обычно у нас бугорчатые. А бугорчатые у нас бывают крупногогорчатые и мелкогогорчатые. Огурчики наподобие принца датского. Такие огурчики быстрее засаливаются, вообще просаливается сам огурец, и малосолка из них получается быстрее по сравнению с крупногогорчатыми. Есть крупногогорчатые огурцы, наподобие, например, надежный товарищ. Бугарки крупные, используются для консервирования и для потребления в свежем виде. Важно, чтобы при засолке и мариновании у нас оставался плод плотным и хрустящим. Для маринования мы рекомендуем использовать разные стадии огурца. То есть у огурца, как бы по классификации, есть пикули, это огурчики 3-5 см, корнишоны первого порядка 5 см, 7-10 – это корнишоны второго порядка. Это то, что мы видим обычно в баночках. Остальное – это уже зеленец. Самые вкусные в засолке, именно в засолке – это зеленцы. Он уже дошел до своего максимума, он набрал достаточное количество сухих веществ, сахаров, и стал более, скажем, ароматным и более вкусным в сравнении с корнишонными и пикулями. Есть у нас раннеспелые, среднеспелые и познеспелые. Мы всегда хотим получать намного больше урожая, потому что не всегда вегетационный период у нас достаточно большой. Здесь у нас он короткий, и даже при высаживании, например, в начале июня в открытый грунт и в начале мая, например, в теплице, мы можем получить достаточно мало урожая. Поэтому стараемся выбирать раннеспелые гибриды – это 38-40 суток от всходов. Есть у нас такие гибриды, которые обычно у нас универсальны. Мы их можем выращивать и в открытом грунте, и в пленочных теплицах, за счет того, что у них достаточно короткий либо среднеплодный плод. Вот это капитошка и атос – это очень ранние, ультраранние спелые гибриды. И почему мы их рекомендуем выращивать и в теплицах, и в открытом грунте? Они обладают таким качеством, как холодостойкость. Огурец – теплолюбивая культура. И если сравнить среди самых, ну, всех тыквенных, которые вот в его семействе, это вот самый нежный, скажем, овощ, который вот есть. Критическая температура для выращивания огурца – это 14 градусов. И если, например, у нас ночные заморозки, либо там и разница температуры в 10 градусов между дневной и ночной температурой для огурца, это очень опасно, потому что он прекращает свой рост. Помимо того, что он прекращает свой рост, он его перестает подносить за счет того, что у него начинает увядание завязи, то есть он либо их не формирует, либо они просто застывают, либо они отмирают. Вот у гибрида АТОС этого не происходит. У него букетное расположение завязи в узле, при том, что бывают скачки температуры, он все равно начинает полоносить, и они начинают все равно расти. В домашних условиях рекомендуем выращивать более кустовые формы. Это вот подарок специально выведен для того, чтобы выращивать на лоджиях, в балконах, ну, именно в контейнерах, потому что у него боковые побеги заканчиваются завязями, и не так сложно его формировать. А так у нас прекрасно себя чувствуют в контейнерах, именно при выращивании на окне. Это вот гибрид Пилигрим, тоже хорошо, прекрасно прононосит. Из гладких это у нас хрустящий ломтик. И вот особенность еще гладкоплодных огурцов, они более теневыносливые по сравнению с горчатыми. Семена выбрали, теперь мы приступаем именно к посеву. Важным фактором является выбор субстрата. Окурец не любит кислые почвы, и поэтому, когда вы выбираете, например, если у вас покупной грунт, вы выбираете по аж, чтобы хотя бы была 6. Берете этот грунт. Этот грунт для того, чтобы быть спокойнее, чтобы у нас не было никаких заболеваний, вы можете пролить марганцовкой, раствор марганцовки. Я думаю, что это каждый может. Можно это сделать, вот обработать, например, медным купоросом. Если мы выращиваем в таких вот кассетах, то знаем, что здесь растение должно быть при высадке с одним или двумя максимум настоящими листьями. А здесь вот уже в горшке в таком, этого объема хватит для того, чтобы растение выросло как раз вот ему было 20-25 дней. Большинство сейчас уже компаний делают предподажную обработку семян. Соответственно, такие семена дорабатывать не нужно самостоятельно. Они могут быть крашенными, может быть, не крашенными. То есть крашеные обычно с добавлением каких-то веществ. И такие семена ни в коем случае нельзя замачивать. Семена, которые вот не крашеные, как у нас здесь вот представлены, то их можно замачивать. Но я рекомендую все-таки высевать именно сухими семенами. Температура почвы очень важна для растения огурца. Огурец может прорасти при температуре почвы 12 градусов. Прорастать он будет 20 дней. А если мы посеем грунт, который у нас 20 градусов, он прорастет через 3-5 дней. У нас субстрат должен полностью быть влажным. Сеем мы обязательно не заглубляем. Сантиметр-полтора мы можем сделать углубление. Таким образом. Это можно сделать палочкой. И по одному семени раскладываем именно вот каждую луночку. Тут независимо, как семя упадет, мы прижимаем таким образом. Этой влажности достаточно для того, чтобы семя набухло. И для того, чтобы субстрат не пересох, можно просто накрыть таким образом пленочкой. Либо просто поставить кассету. Кассету мы ставим не там, где у нас температура 25 градусов, не на жаркую батарею, а именно, можно сказать, в полутень, где умеренная температура воздуха. И через 3 дня мы смотрим наши всходы. Вот. Они у нас будут выглядеть таким образом. Как только у нас появились сходы, мы обязательно убираем пакетик. Стадия вот уже 25, даже больше. И как мы здесь видим, что у нас даже есть иногда зачатки будущих огурчиков, зачатки цветков. Такую рассаду мы готовы высадить. Чтобы добиться высокого урожая, нужно правильно выращивать рассаду. Так как рассада – это залог агатого большого урожая. Субтитры сделал DimaTorzok